День в день, час в час, минута в ноту. Радио Болтком. Каждую среду в полдень на Радио Болтком. Да, афиша у нас всегда начинается со среды. Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки. Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено. Да, невозможно. Приглашенные в студию музыканты. Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии. Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом. То, что происходит за сценой. Вот это за кулис, то, что там происходит. Боже мой, все это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой на Радио Болтком. Ходите на концерты классической музыки. Добрый день, дорогие друзья. С вами я, Елена Привалова. И приветствую вас из Оренбурга. Я рада, что в Латвии закончился локдаун, закончился, вернее, комендантский час. И жизнь потихоньку возвращается в прежнее русло. Вновь появляются концерты, к сожалению, только для вакцинированных. Но думаю, что через какое-то время каждый житель нашей планеты сможет ходить и приобщаться к злокам, приобщаться к музыке, слушать. И, конечно, мне как органистке радостнее всего слушать органную музыку. И сегодняшний наш гость – это опять-таки органист. Органист, солист Красноярской филармонии. Это очень далеко от Латвии. И это Андрей Бардин. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Очень рада вас слышать, рада вас видеть. Мне очень понравилось на сайте филармонии, опубликованные ваши биографии. И в конце есть цитата. Обычно думают, что орган – древний, покрытый сединами инструмент. Это, конечно же, так. Но одновременно он ещё и очень молодой, очень современный, позволяющий исполнять самые разнообразные композиции. Например, мелодии из мюзиклов. И, кстати, вы действительно настолько разнообразили афишу Красноярской филармонии, проводя концерты от мала до велика. Рассказывайте, какая сейчас жизнь в Красноярске? Как у вас обстоят дела и с кваркатами, и с концертами? Во-первых, позвольте поблагодарить вас за приглашение. Очень приятно принять участие в вашей радиопрограмме. Во-вторых, позвольте, Елена, ещё раз поздравить вас с вручением премии «Органист года». Очень рад за вас. Это очень достойная и справедливая награда. Спасибо огромное. Спасибо. А что касается работы в филармонии, то работаю я с 1999 года. И меня нередко спрашивают, как сложилось, как жизнь привела меня к «Органу». Я начинаю разговор с самого начала. С самого начала родился я в городе Горький. Тогда он назывался так. Сейчас это Нижний Новгород в 1978 году. И в Красноярске я оказался вместе с родителями в возрасте полутора лет. Когда моя мама и папа окончили тогда ещё Горьковскую консерваторию. И по распределению приехали работать в Красноярск. Тогда было такое всесибирское движение под названием «Превратим Сибирь в край высокой культуры». И вот в рамках этого движения многие выпускники и Московской, и Ленинградской консерватории, ещё ряд консерваторий центральной части России приехали работать в том числе и в Красноярск. Именно в то время у нас был открыт Институт искусств. Сейчас он носит имя Дмитрия Хворостовского. Был открыт оперный театр, создан симфонический оркестр. И как раз в то же время было восстановлено полуразрушенное здание старинного католического костёла, который на протяжении ряда десятилетий после Октябрьской революции использовался в качестве радиокомитета, кинокомплекса. И, наконец, в 1982 году после реконструкции он открыл свои двери в качестве концертного зала. А в 1983 году Гарри Яковлевич Гродберг представил публике «Арган Ригер-Клосс». И как раз в рамках вот этого такого широкого движения я в полуторагодовалом возрасте вместе с мамой и папой оказался в Красноярске. Папа начал работу в Институте искусств, а мама в Красноярском училище искусств. Сейчас это колледж искусств имени Павла Иосифовича Иванова Раткевича. Это такой был красноярский композитор. Начинал я обучение музыки в детской музыкальной школе номер один по классу фортепиано, затем в Красноярском училище искусств тоже по классу фортепиано. И затем поступил в Нижегородскую консерваторию на фортепианный факультет, где уже с третьего курса параллельно занялся органом. И закончил консерваторию по двум специальностям, по классу фортепиано и органа, затем ассистентуру, стажировку Нижегородской консерватории по специальности орган, и уже вот в то время начал работать в органном зале Красноярской пилармонии. То есть вы как только окончили консерваторию, сразу вернулись в Красноярск, уже работать, да? Или еще будучи студентом начали давать концерты? Да, даже будучи студентом на пятом курсе, то есть окончил консерваторию в 2000 году и уже к этому времени начал работу. И вы знаете, в ряде филармоний строят работу в сфере органного искусства, рассчитывая исключительно на гастролеров. В ряде филармоний опираются исключительно на собственных органистов. И мне кажется, и тот, и другой подход не вполне правильный, потому что разумнее всего сочетать работу и местного органиста, и приглашение гастролирующих артистов. И в любом случае перед солистом филармонией в данном случае встает задача охватить максимально широкий спектр публики от детей до уже зрелых, опытных слушателей. И, естественно, это заставило в течение времени разработать абонементы для детишек, для студентов, для уже зрелых ценителей органной музыки, циклов вечерних концертов. Вот таким образом год за годом выстраивались программы. Андрей, вы самостоятельно эти программы так выстраивали, или всё-таки пользуетесь, советуетесь с музыковедами? Вот как пришли именно эти циклы? То есть детская программа, студенческая, взрослая, при том, что есть ещё и популярные программы. То есть вы на самом деле один из активнейших популяризаторов органа в России. Конечно, репертуарный базис, он нарабатывается в процессе обучения, то есть в консерватории, и затем уже, конечно, на практике. На практике ты понимаешь сам, что публика больше любит, что любит меньше, но что ей всё-таки необходимо слышать, и без чего она просто обойтись не может. И это заставило выстроить репертуарную политику таким образом, что какие-то программы только для ценителей классической музыки, какие-то более популярные, более лёгкие, туда ходит и музыка из кинофильмов, и какие-то эстрадные композиции. Началось это с того, что когда сын у меня был маленьким, я дома на синтезаторе наигрывал ему песенки из мультфильмов. Ему это очень нравилось. И я подумал, а хорошо бы подобную программу подготовить для детской аудитории. И действительно, эта программа мультиков имела большой успех и продолжает иметь до сих пор. Детки охотно слушают и подпевают. И потом вот этот интерес распространился и на музыку кино, которую тоже с огромным удовольствием слушают взрослые зрители. И надо сказать, что в то время я был в числе первым, кто начал играть подобную музыку на органе. Это сейчас уже много, много молодых органистов играют в программы. Но тогда мы были в числе первопроходцев, порой встречая какие-то критические отзывы со стороны старших коллег, да и не только старших. Вот так что... Да, естественно. А удалось ли вам понаблюдать за взрослением вашей аудитории? То есть получается в вашей программе детской достаточно много лет, да? И то есть приходят ли эти юные слушатели потом на студенческие программы, а потом уже и на взрослые? Вы знаете, да. Да, мне приходилось слышать, как зрители спрашивают у администраторов в органном зале, а это вот все тот же Бардин, а может быть это сын его? Нет, тот же. Да, мы же ходили на его концерты, когда еще были маленькие. Вот так что да, это очень приятно. Приятно слышать. Действительно, в стенах органного зала я провел уже 22 года. Да, это действительно почти... Полжизни. Можно полжизни, действительно, да. Очень интересно. Конечно, музыка, кино даже сейчас, когда есть, например, активные исполнители, которые прям, можно сказать, специализируются большей частью именно на музыке, кино, сталкиваются с такой обструкцией коллег, и не только действительно старших. И представляю, каково было вам, когда вы только начинали этот путь исполнения популярной музыки. Как вы считаете, вот после того, как исполнишь популярную программу, прозвучат эти душесчепательные мелодии из кинофильмов, пойдут люди послушать Баха? Приходили к вам? Или все-таки они вот по-прежнему ждали вот именно ваши программы с музыкой кино? Мне кажется, что тут нужно все-таки гнуть свою линию. Если мы будем идти на поводу у аудитории, мы ошибемся. Мы ошибемся и изменим себе. А если мы будем настойчиво навязывать публике то, что нравится нам, тоже это будет не совсем точно. Поэтому надо как-то гармонично, разумно сочетать то, что хочет слышать публика, и то, что хочешь и должен предложить ей ты. То есть тут должна быть сила воли у исполнителя. У исполнителя, действительно, еще и организатора концертов, как художественного руководителя. Я помню, когда я проводила концерты в Рижской церкви Святого Павла, и у нас были благотворительные концерты два раза в неделю. И буквально в одну неделю, может быть, суббота и суббота, одну неделю я сыграла симфонию «Видора», которую учила, наверное, каждый день по многу часов в течение полугода, потому что она мне очень трудно давалась. И действительно достаточно сложная музыка. А потом мы играли со струнами квартета музыку кино, которую буквально состряпали на коленках за пару репетиций, две-три репетиции. И ко мне подходили некоторые слушатели и говорили, ах, мы так ценим ваш труд, мы понимаем, как тяжело вам далась вот эта сегодняшняя программа. «Пожалуйста, просто повторяйте её целиком». Мне было, конечно, приятно, конечно, что люди оценили музыку кино. Это действительно всегда самые кассовые программы. Люди хотят слушать эту программу. Но, конечно, было немножко обидно за «Видора», в которого столько вкладываешься. Ну да, вот, да, хорошо, конечно, хорошо, да. Вот есть ли у вас какой-нибудь любимый композитор, который вот такой красной нитью проходит через ваше исполнительское творчество? Любимых авторов много, много. И если так в хронологическом порядке, то, наверное, из самых ранних следует назвать «Мастеров северо-германской органной школы» и «Трихбукстыхуды», «Николаус Брунс». Очень люблю и с удовольствием играю музыку этих авторов. Конечно, без Баха мы обойтись просто не можем. Затем, если шагнуть уже в 19-й век и в 20-й, то одни из моих любимых композиторов – это Сезар Франк, Макс Регер, Жан Ален, Оливье Мессиан. Вот, пожалуй, это те композиторы, музыку которых я нахотнее всего бы слушал и играл. Вот, кстати, вы назвали в конце таких композиторов, которые чаще всего охотно играешь, но вот охотно слушать – это немножечко вопрос. То есть даже особенно, конечно, Мессиан, потому что даже Ален более понятен для восприятия. То есть Мессиан до сих пор для нас стоит на какой-то такой недосягаемой вершине и в качестве исполнения, и в качестве интерпретации, и слушательского восприятия. И как принимает публика именно Мессиана? Потому что, понятно, всё-таки Ален проще для восприятия. Вот именно Мессиан как его воспринимает? Вот совершенно я с вами согласен. Хотя, казалось бы, Ален и ранний Мессиан, не сказать, что у Алена проще гармонический язык. Тем не менее, его музыка всегда находит отклик даже у широкой аудитории. Она ближе как будто. Да, а Мессиан, и я прекрасно понимаю, чувствую, какая-то красивая волшебная музыка. Но какой-то феномен происходит и у слушателей. С большим трудом эта прекрасная музыка находит отклик. И вот для меня это такая задача, пока не решённая. Да, Мессиан действительно композитор-загадка. Его любят исполнять очень многие органисты. И за исключением самых популярных его сборников, эта музыка не всегда находит отклик в сердцах. При том, что это невероятно красочная музыка. И Мессиан была очень интересной. Интересная жизнь. Он запомнился, наверное, многим. И запомните, если мы сейчас расскажем с Андреем, что он очень любил птиц. И даже у его супруги тоже было птичье имя. Иволга. То ли Ивита, то ли… Ну вот так же, как в латышском Ивита, кажется. Ивон. Ивон, да, Ивон. А этот я уже на латышский язык перевела Ивита. И он ходил, каждое утро собирал в сборник, записывал все эти мелодии, и потом пытался их отобразить. И Мессиан сложен он не только своим мелодическим, гармоническим языком, ещё в первую очередь ритмическим. Потому что его или играть совершенно неритмичные, не высчитывая все эти 16-32 паузы и длительности, которые он удлиняет, то есть ему было ощущение, что ему тесно в том метроритме, который существовал в то время. И это очень чувствуется. Я думаю, что, конечно, время Мессиана ещё придёт, и очень здорово, что есть такие сподвижники, вот как наш сегодняшний гость, солист Красноярской филармонии Андрей Бардин, который наряду с музыкой известных композиторов, как Дитрих Букс-де-Худе, Сезар Франк и Агент Себастьян Бах, ещё исполняет, конечно, для своих слушателей музыку Оливье Мессиана. Андрей, а какую музыку вы включаете в детские программы? Что там звучит? В детских программах звучит самая различная музыка. Уже несколько лет мы практикуем и очень успешно абонемент сказок, который мы готовим с моим другом, коллегой, радиоведущим Дмитрием Васиновичем. Дмитрий рассказывает сказки. Это либо сказки каких-то авторов, либо народные сказки. И чаще всего, как правило, подбор репертуара идёт по принципам национальных школ. То есть если это сказка «Братьев Гримм», то логично, что будет звучать музыка немецких композиторов Иоганна Себастьяна Баха. Если это будет русская народная сказка, то там, конечно, будут великие русские композиторы фигурировать. То есть на самом деле спектр тут очень широк, и мы ничем не ограничены, ограничены только возможностями нашей фантазии. Ну, получается, что помимо оригинальных, авторских сочинений Баха, Буктехуда, вы делаете, значит, аранжировки, потому что русские композиторы очень мало писали для органа. И, в принципе, наверное, те композиции, которые есть в органном творчестве, то они вряд ли подходят для детского концерта. Сами вы делаете аранжировки? Преимущественно да, преимущественно да. Но, конечно, и оригинальные сочинения и небольших размеров тоже попадают в эти детские программы, либо переложения других исполнителей. Вот, конечно, не могу не вспомнить моего итальянского друга, коллегу Маурицио Макелло, которого мы все прекрасно знаем и охотно играем его в обработке. Вот, так что, да, не только свои, не только свои. Замечательно. Органисты часто еще бывают большими импровизаторами. Не могу это про себя сказать, потому что я совершенно не умею импровизировать, но знаю, что очень многие и латвийские коллеги, и российские очень успешно и здорово это делают. Импровизируете вы за органом или больше интерпретируете? Сам для себя охотно импровизирую, а для того, чтобы решиться на импровизации в концертной практике, все-таки у меня духу не достает, хотя опыт такой у нас был. Немного лет назад мы готовили программу с исполнителем электронной музыки, и она называлась «77 минут», на протяжении которых было такое музыкальное пространство свободной импровизации, и там пришлось все-таки позволить себе представить слушателям плоды нашей совместной импровизации. Получилось, надо сказать, довольно интересно. Поэтому мне нисколько не стыдно за тот опыт, наоборот, даже некоторая гордость. Поэтому я думаю, что если тебе что-то хочется, надо все-таки разрешать себе это делать и импровизировать тоже. Когда вы рассказывали в начале передачи немного о своей биографии, говорили, что учились в Нижнем Новгороде, а вот все-таки когда возник орган? Когда возникло желание играть на этом инструменте? Надо сказать, что с органной музыкой я был знаком практически с детства, потому что папа мой в Институте искусств вел класс баяном, мама преподавала и преподает в классах аккордеона, а баянисты и аккордеонисты, они неизбежно имеют дело с органной музыкой, играют органного баха, не только. Вот поэтому записи органной музыки всегда у нас звучали дома, и поэтому для меня не произошло некого такого озарения, какой-то вспышки молнии, которая заставила меня обратиться к органу. Мне довольно-таки все получилось как-то органично, если возможен вот такой каламбур, то мое обращение в органную веру было очень органично. Вот так получилось. Органичным, но бесповоротным. Да. Да, но, кстати, дорогие друзья, я хотела бы сказать, что у нас сегодня в гостях Андрей Бардин, солист Красноярской филармонии, и обучался он в Нижегородской консерватории, и которая входит в одну, можно сказать, именно органную кафедру, является также одной из лучших в России, наряду с Московской консерваторией, Петербургской и Нижегородской консерватории. То есть это таких три флагмана, которые готовят одни из лучших, если можно сказать, кадров. И до сих пор в Нижнем Новгороде проводятся большие фестивали, и наверняка Андрей тоже приезжает сюда участвовать. То есть сохранилась эта связь с Нижним Новгородом? Да, вот буквально на днях поеду в Нижний Новгород. Консерватория празднует свое 75-летие, и буду принимать участие в сборном концерте выпускников, затем сольную программу 24-го концерта выпускников в ноябре, и 26-го ноября в сольный концерт буду играть, баховскую программу на органе Александр Шуки, который идеально подходит для баховской музыки. И, конечно, сейчас не могу не назвать своих замечательных педагогов. По классу органа начинал я обучение у заслуженной артистки России, профессора Галины Ивановны Козловой, у которой целый ряд... Да, известных органистов, да. Вот, несчастью, недолго я занимался у Галины Ивановны, она ушла из жизни вскоре. Потом продолжил обучение у Юрия Александровича Кричко, который потом уехал в Германию, и заканчивал я консерваторию по классу доцента Анны Владимировны Перельман, тоже, к несчастью, она ушла из жизни. И в аспирантуре учился у заслуженной артистки России профессор Азаряна Александровна из Кульской, которая работает и продолжает... К счастью, да. К счастью, да, продолжает работать и вести эту замечательную кафедру, и очень много органистов становится лауреатами ведущих международных конкурсов. Кстати, Андрей, помимо того, что является солистом Красноярской консерватории, является лауреатом международных конкурсов и одного, наверное, из самых главных конкурсов России, это конкурс имени Микаэла Тервердиева, который проводится в Калининграде. Андрей, вы дважды приезжали на конкурс. Расскажите и о первом вашем выступлении, и о втором. Я так понимаю, что второе было, можно сказать, триумфальное, потому что помимо премии вы еще получили много различных призов специальных. Да, на второй международный конкурс имени Тервердиева в 2001 году я приезжал, и тогда был награжден призом «Надежда Отечества», который… А реализовалось, реализовалось ведь. Да, как раз мне вручали тот приз «Политические деятели известной Георгии Боус» и «Женщина-космонавт Елена Кондакова». Интересно. И вот через два года, когда на третьем конкурсе в 2003 году я стал лауреатом и несколько специальных призов получил, тот же Георгий Боус сказал, что мы не ошиблись, когда вручили Андрею эту премию, и я тогда стал невероятно горд. Вот, потом между этими конкурсами в 2002 году был еще конкурс памяти Олега Григорьевича Янченко в Волгограде. Вот, там у меня был диплом, и я всегда с удовольствием вспоминаю этот конкурс, ту творческую атмосферу, которая там царила. Вот, и надо сказать, что после тех трех конкурсов я, как, знаете, Герман в пиковой даме, решил больше не ставить на удачу. Рекарты поставили. Все, да, на этом моя игра в конкурсную атмосферу закончилась. Ну, весьма успешно, весьма успешно. Но, кстати, не совсем, да, у нас в том году была учреждена новая премия «Организм года», как раз, опять-таки, в Калининграде. Калининград вообще, вот, благодаря активной деятельности Веры Гориславовны Теревердиевой сейчас завоевал такое, мне кажется, звание органного центра, органной столицы России, где проводятся самые важные фестивали, вот этот замечательный конкурс. Помимо этого, Евгения Кривицкая, соучредитель премии «Организм года» вместе с Александром Соловьёвым, они стали проводить именно в Калининграде, именно в этом соборе, соборе Канта, премию «Организм года». И вот в первой премии опять-таки вы, то есть уже четвёртая-таки карта. Какой у вас был приз и каково, вот это же действительно очень интересно участвовать в самом первом начинании, вот самой первой. Да, я помню, как сейчас Евгения Давидовна предложила мне поучаствовать в этом новом конкурсе, и, естественно, я решил, ну, нельзя отказываться от такого предложения. Я, поскольку конкурс, естественно, проводился дистанционно, заполнил я заявочные листы, описал свою работу за прошедший творческий сезон, отправил видеозаписи, и, надо сказать, без особой надежды на успех. И каково же было моё удивление, когда я в числе призёров обнаружил и своё имя, мой приз назывался «За просветительскую деятельность в период пандемии». Вот, тем я тоже очень горжусь. Ну, кстати, эта премия, да, проводится ежегодно, и каждый имеет право принимать участие раз в пять лет. Получается, у вас специальные призы, вы можете даже уже в следующем году вновь участвовать, просто как лоуря. По этому поводу была забавная дискуссия. Да, я читала как раз в соцсетях, да, когда Вера Гориславовна, тревертик, сказала «Андрей, вам надо опять, вам надо выдвигаться, действительно, вам надо выдвигаться, ведёте такую деятельность». Это большая, мне кажется, большое сподвижничество на Сибири, что вы ведёте такую просветительскую деятельность и так воспитываете от мала до велика аудиторию. И, конечно, вот эта премия «Организм года», она, наверное, тоже достаточно, она очень значима в России, мне кажется, это имеет. Она должна получить дальнейшую жизнь яркую или долгую. Это Евгения Кривицкая, она удивляет своими и задумками, и планами, и вот самым главным образом вот этой творческой реализации, как ей это всё прекрасно удаётся. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях солист Красноярской филармонии Андрей Бардин. Но, кстати, Андрей не только потомственный музыкант, но на нём эта ниточка также не останавливается. Его сын также музыкант, если я правильно понимаю, что он также ещё играет на органе. То есть вы даёте концерты и орган с фортепиано, и расскажите вот об этом дуэте, и каково это играть семейным дуэтом. Да, сын у меня учится сейчас на четвёртом курсе Красноярского колледжа искусств на фортепианном отделении у замечательного преподавателя Маргариты Ивановны Бернякович по классу специального фортепиано. А орган он изучает факультативно, как и многие студенты-пианисты колледжа. Кто-то из ребят осваивает клавесин, кто-то выбрал орган, и вот с этими лебятишками, которые выбрали орган, занимаюсь я, и в числе их мой сын Саша. И, естественно, мы охотно играем дуэтные сочинения. В прошлом сезоне мы выступили вместе в атриуме хлебного дома в музее-заповеднике Царицыно. Дали программу в Москве органом в зале Виатской филармонии в Кирове. Потом у нас были запланированы концерты в Калининградском кафедральном соборе, но обстоятельства сложились так, что мне пришлось уехать, и Саша все шесть дневных концертов сыграл один. Вот, поэтому я думаю, что он уже стал настоящим органистом, несмотря на то, что он еще учится. Тем не менее, я ему очень... Он учится еще только в колледже, еще учится в колледже, даже не в консерватории. Да, это очень интересно. А каково это, вот отцу играть с сыном? Какие вы чувства испытываете? Естественно, когда ты, независимо от того, либо ты отец, либо ты педагог, и ты слушаешь, как играют твои ученики или дети, ты волнуешься больше, чем когда играешь ты сам. А когда играешь с ними в дуэте, то волнуешься втройне. Вот, поэтому это очень волнительно, но и очень интересно, и очень приятно. Очень приятно, потому что видеть, как по твоему пути идут твои дети, идут успешно, это огромное счастье для отца и для музыканта. Вот, поэтому я по-настоящему счастлив и благодарю Господа Бога за то, что Он меня благословил такой семьей. Действительно, я очень рада за вас. Андрей, я часто люблю задавать слушателям, своим не слушателям, а в данном случае с кем общаюсь. Какое ваше любимое произведение, которое вы бы посоветовали после эфира сразу послушать нашим слушателям? Вот прямо сразу. Прямо сразу? Давайте, может быть, Оливье Мессиано послушаем. Оливье Мессиано. Такие? Такие Оливье Мессиано. Вот, и может быть... Ну, на ваше усмотрение. Давайте, наверное, всё-таки тогда струнный квартет, да, на конец времени, чтобы они его послушают, и после этого они могут немножечко хотя бы полюбить Мессиана. Конечно, если они сразу начнут органного Мессиана слушать, то будет вопрос. А вот если из вашей записи, у вас достаточно много записей в Ютубе, какую бы вы посоветовали послушать запись, чтобы познакомиться с вашим творчеством? То есть вот прям вот многие сейчас слушают, нас не видят, да, а вот чтобы потом они зашли и увидели вас и именно то произведение, которое вам бы хотелось с вами познакомиться. Может быть, может быть, так от Увидора для первого знакомства она очень хорошо прозвучит, вполне. Замечательно. Дорогие друзья, обязательно в ссылках опубликуйте музыкальные фрагменты, и вы сможете уже воочию познакомиться с нашим сегодняшним гостем, с замечательным органистом, просветителем, солистом Красноярской филармонии Андреем Бардиным. К сожалению, наше время подходит к концу. Я очень рада, что я сегодня с вами, что мне удалось провести эту передачу. И встретимся теперь в следующую среду. Андрей, благодарю вас. И вам спасибо. Спасибо большое. Взаимно.